да хорошо хорошо но если хорошо это мы значит занимаемся тем что наконец так и не доделали а в частности давайте мы расскажем теперь что на самом деле формула умножения что умножение задаваемая с помощью вычетной формулы вот и умножение сдающиеся через оц как я говорил да или вот эту алгебру а вы они совпадают формулировка понятно да давайте может опять назначим контрольного отлично мне так понравилось у физиков есть такая манера быть контрольного слушателя а не будешь контрольным слушателем не дает ответа миш тогда вы наверное что обычная формула с была такая обычной формуле а умножение двух векторов dpd в альфа dpd в бета она считалась каким способом там было сказано что надо взять такую сумму k от единицы до n и считать вычеты в точке z равняется пока то от чего но от простой вещи от d лямбда по ds альфа умножить на d лямбда по ds бета умножить на d лямбда по ds гамма и вот поделить на д лямбда по ds но дифференциал у меня все время был простой поэтому просто ds хотя собственно говоря дифференциал из ничего не играет но это я написал здесь трехточечные функции да вот а чтобы это были не трехточечные функции а как вот слева слева у меня все-таки кружочек написан для этого нужно сделать что для этого нужно умножить на спаривание вот это та же самая формула обратите внимание миш какие есть подводные камни видится я пока что забыл что у нас за переменные с вот а а с извини в я помню в это которые ну коэффициенты в многочлене были вот это они и есть а хорошо это понятно это просто такая это понятно но здесь есть небольшой подводный камень небольшой подводный камень за счет том что это не плоские координаты вот опять как вы помните мы трехточечные функции куда-то штука здесь вот вот это опять появилась фу ты господи помимо да спасибо но это это в вот трехточечные функции это вот эта вот вещь мы их задавали как вот это c альфа бета гамма надо сказать аккуратно что здесь они написаны в координатах в да вот и вообще говоря это не плоские координаты то есть из того что они не плоские следует что вот эти трехточечные функции они не интегрируются ну вообще говоря в редких случаях интегрируются конечно вот но это не мешает вводить умножение и умножение испаривания частности следствие из этого большой исключительный знак заключается в том что это гамма-дельта если это не плоские координаты того что но не константами совершенно верно совершенно верно то есть таки это они вообще говоря зависит от в опять-таки это не мешает нам использовать этого спаривания спаривания на все равно является вот просто не в не в плоских координатах используют для того чтобы поднимать индекс ну вот вот это определение это как раз умножение заданное через вычет вот это умножение заданное через вычет ну а давайте теперь это 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 там координаты элементы обратной матрицы да да ну да да это правда то есть вот эта матрица она обратная к это с нижним индексом ну и опять таки от плоских координат эта вещь не зависит свойства быть и не вырождена но не зависит от плоских координат от выбора координат вообще вот ну а теперь что теперь нужно это мы записали одно умножение номер 1 а теперь нужно сказать второе умножение второе умножение я запомню у нас для любой фиксированной точки в которая равняется в один запятая там очень много в н у нас умножение в а в а в вообще само а в сдавалась как фактор алгебра по модулю d z лямбда вот и причем связь векторов dv альфа которые являются касательными векторами т м с этой алгебры а в она такая что собственно говоря мы установлены изоморфизм векторных пространств что вот этому вектору ставится в соответствии класс д лямбда по dv альфа был такой пример привести надо или правда так было было все ура если было давайте вспомним вот что что значит умножение вот в этом месте вот здесь умножение уже задано умножение уже задано то есть это просто умножение фактор алгебра дам фактор кольца извините ну что означает это умножение фактор кольца но она умножает значит в частности следующее я теперь напишу не классы а многочлены это умножение многочленов не кого-то там многочленов вот честное слово многочленов это равняется сумма ну а здесь что там у нас там было альфа бета сигма буин да не ню не люблю сику ню от единицы до н с альфа бета ню зависит от в д д д д альфа д лямбда д лямбда по д в ню это было бы так если был чисто умножение дам а что нужно приписать для того чтобы формула была правильная она пока не совсем правильная напомню мы говорим об умножении фактор алгебре скобочки да мы хотим написать без скобочек да это правда это правда скобочки если в скобочке то все было честно но в чем проблема проблема в том что вот здесь вот вот здесь вот у нас это дело без скобочек да поэтому нам надо как раз разобраться как быть без скобочек как быть без скобочек если это умножение фактора кольца а не ну скажи ты знаешь ну все правда а у меня есть вопрос по первой формуле через вычеты зачем мы там брали перемножение трех множителей а затем использовали обратную матрицу можно просто взять вычет произведения двух вычет что мы сделали лишние действия я не понял вопроса почему нельзя сказать что произведение дпдв альфа и дпдв гамма это сумма вычетов в особых точках а произведение д лямда по дв альф умножить на д лямда по дв бета и все ну нет нет это для спаривания такое а это же умножение в смысле в алгебре там тебе надо у тебя должна быть сумма ну скажет в смысле что вычет от произведения двух штук это спаривание этих векторов действительно ну и в любом случае просто ответ то должен быть опять вектор да вот а так бы получилось только функция завище этого нет на то что вы говорите она имеет определенный смысл но может потом об этом скажем вот да ну в общем ну все ну вот в это верим да вот в эту формулу да вот формула пускай будет звездочка это же есть умножение фактор фактор кольца где фи от z в принадлежит c от z но единственное что я приписал вот это в да почему потому что у нас есть фиксирование фиксирование штуковину ну согласны нет умножение факторов фактор кольца че нет что ли миш ты как контрольный слушатель скажите сейчас но вопрос почему вот эта формула звездочка правда где вот это вот вот это вот это структурные константы а в ну это конечно правда это просто по определению фактор кольца ну да да я понял я уже начинаю даже пугаться вот ну вот ну а что соответственно делать дальше ну вот а что делать дальше да ничего особенного делать дальше надо а надо подставить извините я отвлекся там хочется да теперь подставим вот эту звездочку в формулу вон туда теперь мы делаем вот чё вот здесь у нас как раз важная вещь что c альфа бета гамма и структурные константы а в докажем что по 1 имеем что d по d в альфа умножить на d по d в бета равняется c альфа бета гамма d по d в гамма да по одному ну вот как это надо делать мы прям берем гордо вот эту штуку и продолжаем писать то есть да я там я писал там c с нижними индексами это это мы пока не знаем как оно связано с вот этим c вот вот ну как поскольку у нас есть равенство теперь просто равенство вот многочленов ну или регулярных функций вот можно взять и подставить это сумма сумма вычетов к от единицы до n вычетов взят равны пикатт вот теперь что мы здесь напишем теперь мы пишем вот эту вот да я так не помещусь сумма вычет в пикатт и вот а теперь что у нас здесь c альфа бета ню я не буду писать что зависит от в а то мы не поместь д лямда по д в ню умножить умножить просто так умножить это умножение опять там в кольце регулярных функций вот еще можно говорить что структурные пучки ну вот а вот здесь вот гамма дельта д по д в дельта а ой фу ты извините я забыл я забыл свой как бы довесок да я забыл довесок извините ладно я припишу просто рядом ну плюс ну опять вот это к от единицы до н вычет z равна пикатт вот а здесь у меня что здесь у меня как раз эти а извините давайте афи сделаю зависящими от альп альфа и бета так будет честно хоть она никому и не важно вот это фи альфа и бета от z в д лямбда по дз умножить на д лямбда по д в гамма поделить на д лямбда по дз умножить на дз умножить на это альфа дельта д по д в дельта это правда я просто поставил формулу вот эту вот да правда да вроде бы но я просто поставил формулу просто поставил формулу и вычет решил разбить в 2 вот больше ничего теперь смотрите теперь первая часть это ровно то чего мы хотим в первой части написано что давайте разоблю так это сумма а плюс б а плюс б что такое а а это просто хорошо а это к от единицы до н вычет з равно пикатое ну сумму я опять вынесу сюда с альфа бета ню вот а здесь что написано здесь написано д лямбда по д в ню умножить на д лямбда по д в гамма поделить поделить на д лямбда по дз дз умножить на это гамма дельта д по д в дельта здесь мы моментально узнаем вот чего сумму по альфа бета гамма выносим влево вот здесь ставим вот это дело сумма к от единицы до н за травм на пк т и что нам это напоминает что это за вычет это спаривание напоминает только с нижним индексом то есть вот на самом деле стоит это спаривание с нижними индексами умножить на спаривание с верхними д по д в дельта но вот это обратные матрицы поэтому то что здесь написано это ц альфа бета гамма но она зависит от в умножить на д по д в гамма потому что матрица обратно то есть а это то чего мы хотим согласны сейчас одну секундочку у меня на самом деле вопрос такой сейчас у нас было умножение через вычеты вот мы его определили вот как вторым способом а сейчас мы что хотим сделать еще раз мне кажется это одно и то же да и как мы собираемся это делать ну смотрите когда когда говоришь одно и то же как правило самое важное это построить правильный изоморфизм вот мы это правильный изоморфизм зафиксировали следующим образом вот этим вот таким вот вот мы взяли умножение кружочек определенное через вычет вот и оказалось что этого кружочка определенного через вычет структурные константы ц альфа бета гамма ну мы сейчас докажем что b равняется нулю сейчас что b равняется нулю сейчас докажем если мы это сделали то оказалось что структуру что у умножения через кружочек структурные константы как раз те которые мы определили в фактор кольца да или как тут безмолвствует что надо что-то как-то получится давайте так какое место конкретно непонятное может я тут не просто уже нет нет мы тут сейчас во первых там в чате есть вопрос а так сереж так это самое сейчас скажу а нехорошо да ну c а б т не зависит от z по определению то есть имеется ввиду структурные константы в а в наверное да почему не зависит точнее почему не зависит от z вот эти вот вот эти вот структурные константы ну потому что у нас ну по выбору выбору в фактор кольца сейчас z это же очень z это очень вспомогательная штука z она как бы ну координаты на самом многообразии это у нас d под ну это v гамма ну да а z оно нам только для того чтобы как-то ну оно очень вспомогательную роль играет ну 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 или точнее можно даже сказать вот так вот что вот я просто здесь немножко пытаюсь давать все это достаточно общем виде потому что мы конечно все это разбирали для конкретного там случая когда в случае а н но это верно на самом деле в достаточно общем виде смотреть сергей просто для лямбда которые мы фиксировали вот этот класс это просто класс z в степени альфа минус 1 у нас лямбда был вот такой вот z в степени n плюс 1 плюс извините v vn z в степени n минус 1 вот плюс v2 z плюс v1 множество единицы вот то есть степени z они как раз образуют базис фактор кольца у класса степеней образует базис фактор кольца ну собственно и все вот поэтому вы рассматриваете как вектор просто как вот это вот эта вот штука это векторное пространство имеющие базис вот такой вот вот ну поэтому структура константы не зависит от z ну вот ну вот ну так что не правда что-то непонятно вот с этим с этим умножением или как или уже все разъяснилось вроде разъяснилось ну да то есть магии никакой нету то есть просто взяли то есть кружочек взяли из определения 1 структурные константы взяли из определения 2 что ну честно говоря было не очевидно что эта форма выполнена в принципе все какое-то ассоциативное иноженена до того как мы доказали это равенство ассоциативное ну может… не знаю не знаю думаете да ну может быть да да а что пойдем дальше пойдем дальше пойдем дальше надо доказать что в р религинице с нулю вот ну очевидно что в религинице с нулю Давайте посмотрим на B. Что такое B? Ну, там выражение просто регулярно, потому что д лямбда не возвращается. Да, просто регулярно, потому что здесь вот есть совершенно верно, Миша. Оно просто регулярно, потому что вот и вот. Вот. Счислитель регулярен вычесть просто равен нулю. Плюсов нет. У выражения под знаком вычета нет плюсов. Ну вот, это и заканчивает доказательство. Вот. Это одна вещь, которую мы обещали на сегодня. Вот. С этим закрылись. Ладно. Я предполагаю, что нынче закрылись. Давайте докажем еще другую важную вещь. А вот такую, что пусть ПКТ такие, что D Z лямбда равняется произведению Z минус ПКТ Кат единицы ДН. Вот. А ЮКТ мы определяем как значение лямбда в точке ПКТ. Вот. Обратим ваше внимание, что ПКТ вообще говоря, что если если лямбда это функция от Z и V, то ПКТ вообще говоря, тоже функция от V. А знаете что? Давайте я буду писать от T. вот. То есть здесь предположим, предположим, что T это плоские координаты. О том, что они есть и как они есть, это сегодня Петр Игоревич будет рассказывать на второй части. Z плоские координаты. Это, по-моему, не очень важно, но все-таки вот. Тогда утверждение. Тогда D по D А умножить на D по D и B равняется дельта и T житая. Почему и T житая? АТ БТ D по D и U А где кружочек это умножение умножения рез умножение через вычет. Формулировка ясна? Да. Вот. Хорошо. Тогда давайте доказывать. Ну, как доказывать? Вот, собственно говоря, давайте напишем это. Дайте все-таки и J будем. D и по D уже. Ну, как перемножать? Ну, допустим, мы умеем перемножать только ну, давайте так, если я напишу сразу вот так мне поверят, что это сумма k от ледницы до n вычет в точке или нет? Нет, давайте я вот так лучше, да? Вычет в точке z равное pk. Вот. А здесь надо написать что? здесь надо написать d по dt альфа dui умножить на d по dt бета dui и все это умножить теперь на вычет кого? А, вычет можно вписывать. В общем, от кого берем вычет? это d лямбда по dt альфа d лямбда по dt бета умножить на d лямбда по dt гамма поделить на d лямбда по dz и умножить теперь еще вычет на этом закрывается гамма дельта d это только для многочленов, да? вот мы сейчас нет, это вообще для любого лямбда вот это на самом деле для любого лямбда вот сейчас все согласны со мной да, что я написал? не очень понятно что такое производная t по u ну вот это первое ну замена координат ну видимо t выразили через кури смотрите вот я вот здесь поэтому специально написал вот в этом месте вот в этом месте что pk t зависит от t если pk t зависит от t то автоматически из этого следует что u зависит от t вот ну и собственно говоря сам лямбда тоже зависит от t откуда сейчас я что-то я не очень помню у нас же вроде вот этот вычет брался вот просто от вот такой вот штуки ну вот это вот произведение трех просто что вообще что вообще за множитель вот этот появился который первый ну казалось бы это просто не координаты в умножении я правильно понимаю то есть здесь ничего концептуального не произошло да здесь ничего концептуального не произошло я хорошо просто я вот так скажу но я видимо поспешил немножко я просто не хотел брать умножение в координатах u сейчас объясню почему а все я понял я понял что там производные т стоят внутри да внутри стоят производные да да вот вот ну вот ну давайте так даже напишем умножить на d t альфа на dt бета что равняется я просто там можно было замести под ковер кое-что ну вот ну а вот ну вот так ладно я начинаю украшательством заниматься это понятно да что происходит все сейчас все 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 согласны я пропустила это уже учились писать через нет это сегодня петр игорьевич расскажет ну на самом деле все что я сейчас пишу можно писать и через другие координаты но просто потом тогда начнется некоторая билибердень ну вот ну что все это правда понятно но это на самом деле тут t даже пока что пока что нигде не было важно что-то плоские координаты вот просто нигде ну вот ну а теперь на самом деле мы сделаем вот что теперь мы теперь мы наоборот это суммирование загоним назад под вычет вот и запишем вот что что это теперь д лямбда не по дт не по дт а по дю вот и вот с этим товарищем у меня тогда остается вот чего у меня остается вот это вот дело здесь все-таки вот две производные получаются по ю а одна по т ну что же давайте с этим бороться давайте производную по т тоже убьем то есть мы ну тоже сделаем производные по у мы так уже делали когда речь шла о этих самых о помните топологической рекурсии а вот если я буду вот так вот писать ничего нормально тогда здесь я напишу тоже д по ду таким бы индексом л лямбда производная знаменатель будет дз лямбда а здесь тогда мне что надо написать это дз дз это дз а здесь тогда нужно вот что написать нет не это нужно написать сначала д ю л по дт гамма это была гамма по дт гамма умножить на это вот а здесь опять я напишу мне нужду в будущем мы же хотим умножение считать опять-таки в базисе дпду в базисе дмпатентов да вот поэтому мы здесь тоже сразу делаем замену то есть что значит надо написать надо написать кого на что-то дай бог памяти или не будем пока а не будем пока д под это дельта ну вот с этим согласны Миша в чате спрашивают почему можно вносить частный производный за вычет потому что они от z не зависят а у нас есть замена координат то что в равенстве вроде понятно да ну а теперь давайте посмотрим пристально что это такое что мы знаем мы знаем что dz лямбда равняется произведению z минус pkt k от единицы до n да то есть dz лямбда рассмотрим ее поведение в окрестности одной точки p p и t нас собственно говоря поскольку мы берем вычет нам интересно только поведение в окрестности одной точки что это такое но это о от z минус p и вот вот z минус пить то есть вообще лямбда в окрестности какой-то там точке p и т мит если очевид это ю и т плюс какая-то константа которая вообще говоря там зависит от чего от t от переменных да вот а дальше здесь что стоит здесь стоит z минус p и т плюс о большую а z not но от лямбда по ду а в окрестности точки по и т это дельта и т а т вот ну плюс о большое а нет прям в точке не в окрестности прям в точке прям в точке вот вот так ну вот ну вот ну давайте подставим наверх что это означает это означает что вот этот весь вычет мы можем посчитать это вот такое дело умножить на так там было произведение аю это южи на дельта вот так вот дельта и т житое вот поделить да да не все очень дороже не нужно дельта и т житое дельта и т житое поделить на произведение pk t минус p at где k не равняется i в общем а i вот ну вот и умножить на du по d i d под это гамма это гамма дельта дельта вот согласны можно я не поняла предпоследнюю строчку предпоследнюю туда тут нет ну вот да что значение в пейте равно дельты и а но это значение производной вот просто лямбда в окрестности точки пейте имеет вот такое разложение в ряд а да ага здесь важно то что разложение в ряд ну вот соответственно что нам нужно мы считаем вычет поэтому нам нужно опять таки вот взять вот эту вот штуку подставить вместо этого дз да да га да и мы обнаруживаем что собственно говоря там chorporeg curso одна спектр и ст galera не hormone что надо просто взят а хорошо отчислителя значение в этой точке значение30 ну вот такое его ну и ты и точки до мужом надо бы учить С Катой это вот К, вот это К. Да? Понятно. Сейчас, а там разве не нужно, там нужно же будет взять значение от числителя, а от знаменателя нужно будет взять производную. И посмотреть значение. А вот от знаменателя, а вот от знаменателя не производная, ну как, а у тебя что, у тебя вот, допустим, К равняется единице, да? У тебя в знаменателе написано Z минус P1, то есть ты берешь вычет в P1, да? И дальше написано Z минус P2, Z минус PN. И вычет, вот этот вычет, все, я понял. Вот этот вычет в точке P1, это равняется, вот эта штука дает вычет, а от этого надо взять значение. Вот эта функция регулярно, это равняется 1 поделить на P1 минус P2 P1 минус PN. Вот именно это здесь и написано. А ты можешь вниз опуститься немножко, потому что мне уже не видно? А там ниже нет ничего. Ну там не было видно, что там не равно. Ну вот, мы просто грубо посчитали вычет. Марин, веришь? Да, да, теперь понятно, да. Ну вот, то есть мы от числителя, вот благодаря вот этому анализу, от числителя просто получили вот эту дельта КА, дельта функции, больше вообще ничего. А знаменателе отодрали вот эту вещь. Ну вот, и казалось бы, что все плохо. Да, потому что что? Потому что мы не получили то, что хотели. Мы же ожидали получить дельта и житое, а здесь еще какое-то число. Произведение КА не равное И, ПК минус ПИ. Вот. И самое время разобраться с тем, что у нас здесь написано. Да? А здесь написано вот чего. ДЮ и Т по ДТ гамма умножить на это гамма дельта. А теперь распишем, что здесь написано. Это ДЮ КТ по ДТ дельта умножить на Д по ДЮ КТ. Во. Это правда, да? Это чисто вообще просто опять заменили координаты. Вот эту вещь расписали через вот эту вещь. Вот. Ну а что? Ведем обозначение. Ведем обозначение за А, Б. Мы определим Д по ДЮ А на Д по ДЮ КТ. Вот. Сумма по гамме и дельта. Вот. И давайте докажем. На самом деле дельта А, Б. Вот это это А, Б. Это аналогично с тем, что мы делали раньше. Это вот чего. Это ДЮ А лямбда по ДЮ Б лямбда поделить на ДЗ лямбда. ДЗ. Или я слишком быстро сделал. Ну хорошо, давайте сделаем так. У нас было, у нас были формулы для спаривания. Да? У нас были формулы для спаривания, которые говорили, что спаривание Д по ДТ альфа, Д по ДТ бета, равняется сумма вычетов от ДТ альфа лямбда, ДТ бета лямбда, поделить на ДЗ лямбда, ДЗ. Это никого не смущает, да? Да, да, все верно. Вот. А теперь возьмем, проведем тот же трюк, который уже делали. Мы обозначим это, полученные вещи за эту альфа бета, тогда что? Тогда сумма. Тогда мы посчитаем спаривание от Д по ДЮА, Д по ДЮБ. Она же по определению равняется опять спаривание от чего? От Д, так, как еще расписывается, Т альфа по ДЮА, Д по ДТ альфа, ДТ бета по ТЮБ, Д по ДТ бета. А это в чистом виде написано ДТ альфа по ДЮА умножить на это альфа бета, ДТ бета по ДЮБ. Вот. Если вы теперь подставите вот это выражение вот сюда вот в эту формулу, то вы получите в точности вот этот вычет. Или расписать. Расписать? Понятно. Да, проявительно. Просто там прямая матрица с обратной сократится. Да, да. То есть, да, совершенно верно. Совершенно верно. То есть, говоря по-русски... А, и мы теперь можем посчитать от вычета. Вот этот вычет, на самом деле, легко посчитать. Снова, теми же самыми усилиями, которые мы делали выше, да? Опять все то же самое, только даже проще, потому что на одной дельте меньше. Одной дельте меньше, поэтому этот вычет, на самом деле, мы легко можем посчитать. Вот. Этот вычет, на самом деле, равняется та же самая штуковина. Дельта АВ, произведение К не равняется А, ПКТ минус ПАТ. Все. Чистейшую правду сказали. Вот это, вот эта штука, вот это число, оно просто сокращается с вот этим числом. Но это не число, это функция, а зависит от точки. Вот. Ну, как бы, это завершает доказательство. Ну, нет, не очень понятно, почему оно сокращается. Мы же нашли сейчас коэффициенты. Это обыкнижними индексами. Да, да. И это оказалось в диагональной матрице. А. Дельта АВ, да. Матрица диагональная, да. Это общее место. Мы заодно узнали, что в, что в канонических координатах, в координатах У спаривание принимает диагональный вид, ну, совершенно страшный. То есть вот эти штуки, они, конечно, зависят от переменных. Вот. Ну, все, да. Или, как это? Вроде бы, понятно. Сейчас только... А можешь чуть-чуть пониже опустить? Да, да. Да, 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 да. Вот такая загогулина. Ну, что вам? Вопросы здесь есть? Если вопросов нет, то нам надо передать слово Петру Игоревичу, который будет рассказывать про пуски координат. Так, хорошо, давайте стараемся успеть. А, мне нужно отключить эту самую, да? Ну, что, 40 минут еще? О, нет, больше. Подожди, 30 минут. Ну, сейчас 50 минут всего лишь. Ну, а у нас пара заканчивается... Ну, а пара заканчивается 20. Ладно, мы обычно без детей наканчиваем. Хорошо, значит, сейчас я расскажу, как вычислять плоские координаты. Единственное, что доказательства не будет, потому что она очень сложна. Но давайте сейчас скажем, что это содержится... Это теорема 5.1 из Дубровина. Дубровин — это Дубровин. HeptH 94, 07, 018. Вот. Там утверждается, что в контексте вот общей задачи, когда у вас есть какая-то лямбда... Давайте я сразу буду все говорить для конкретного примера. Конкретный пример — это мы будем рассматривать многообразие к уровню цифробениуса M03. M03, будем рассказывать. М03 — это, значит, ситуация, когда у вас лямбда равняется... Почему? Равняется Z в четвертый плюс V3Z квадрат... Так, сейчас... Значит, плюс V3Z квадрат плюс V2Z плюс V1. Значит, это лямбда. И мы хотим найти в этом контексте, мы хотим найти, какие же у нас плоскоординаты. Вот эти V, помните, в самых простых примерах они оказывались сами плоскими? Например, когда мы рассматривали... Ну или... Да, или H. В самом начале я, по-моему, обозначал ATM, а потом мы обозначали еще... Ну давайте... Там что-то H. В самом простейшем случае у нас был Vm01 и Vm02. Значит, они оказывались... Эти координаты сами плоскими. Vm02 там, чтобы... Там надо было немножко перескалировать, чтобы получить коэффициенты в метрике единичками, но все равно она была константа. А вот здесь, если посчитать метрику, вот через вычет, как это только что делалось, это уже будет не... Окажется, что она не будет плоской. Значит, как считать? Ну вот, собственно, ответ на этот вопрос дает эта теорема. Доказательства, как я уже сказал, я объяснять не буду, потому что она действительно довольно сложная. Значит, ну давайте я скажу, какая общая ситуация. Значит, общая ситуация, что нам нужно... Вот если у нас есть, вообще говоря, произвольное какое-то, mg, значит, и дальше тут стоят n0, n1 и так далее, nm, вот. Если есть вот такая общая ситуация, то, значит, там будут эти координаты, значит, они... Их будет целый набор этих плоских координат. Это будут координаты такие t, i, запятая альфа, где i пробегает от 0 до m, а альфа пробегает от, соответственно, единицы до n этого. Дальше еще... Это еще не все, кроме этого нужно рассмотреть еще такие, значит, которые Дуброва называют p, i, t, q, i, t, значит, здесь i пробегает от единицы до m, и еще r, t, r, t, e, s, t, где i уже пробегает, и уже пробегает от единицы до g. Ну, давайте посмотрим, как легко видеть, если посмотреть на вот эти... Я прошу прощения, только там у m и h, там должен быть сдвиг на единицу. Чего? Ну, там у Дубровина m0, m02, по-моему, это обозначение для трех точек, для вычета порядка 3. Нет. Ну, там точно сдвиг на единицу должен быть какой-то. Сейчас, m0. В общем, давайте просто обращим внимание, что на это надо аккуратно смотреть. По-моему, все правильно. Ну, хорошо. Вот, значит, давайте заметим, что p, q, r, s, вот для этого примера, который... Я сейчас буду фактически разбирать этот пример, что для него получится для случая, когда, значит, у нас вот трехмерный, полиномиальный просто, вот это лямбда. Значит, давайте заметим, что p, q, r, s, их просто нету. Вот. p, q, r, s нету. И тогда остаются только вот эти t и альфа. Вот. И более того, в этом примере еще и... Значит, давайте заметим, что это соответствует тому, что m равняется нулю, а n у нас есть только n0, который равняется трем. и таким образом получается, что этих координат, их всего есть вот эти вот t и альфа, причем которые 0 альфа. Так, сейчас, одну секунду. Так. Прошу прощения. Так, значит, теперь, значит, m равно нулю, n0 равно трем. Остается только t, значит, вот эти вот t0 альфа, где альфа пробегает от, соответственно, от единицы до тройки. Вот. Ну и как они вычисляются? Вычисляются они следующим образом. Нас будут интересовать вот эти вот t и альфа, которые есть в этом примере. Значит, они вычисляются так. Значит, t. В общем случае формула такая, которая доказана вот тут управлена в серии m5.1. Значит, t и альфа — это вычет в итое бесконечности вот. От каитого в степени минус альфа на pd лямбда здесь кто такой каитый? Каитый — это, если помните, прошу, я его тогда вводил. Значит, каитый — это около значит, около каитый в степени n и плюс 1 равняется лямбда около каитый от p равняется лямбда от p. Это такие функции вот около около итое бесконечности. Итое бесконечность — это, я напоминаю, это значит, у нас лямбда минус 1 от бесконечности это набор из значит, бесконечность 0, бесконечность 1 и так далее, бесконечность m. Можно вопрос? Да. Вот как что это за окрестность, к которым принадлежит точка p? Несколько она была должна. Ну, какая-то малая окрестность, а поскольку мы тут вычисляем вычет около итое бесконечности, сколь угодно малая окрестность. Для вычета важно только локальное поведение в точке. Поэтому это сколь угодно малая окрестность итое бесконечности. Но это же должна быть та же самая окрестность точки p, итое, нет? Что? Это же та же самая окрестность точки p, итое, которую мы сейчас... Нет, это не p, это бесконечность. А, извините, извините, да, я перебудил, да, извините, извините, да. Ну вот, значит, давайте посмотрим, кто такой... Ну да, хорошо, значит, это каиды и так определяется, и вот эти координаты t и альфа, они определяются как такой вычин. Но когда, значит, растет рот и количество, то у нас еще появляются эти p, q, r, r, ну, давайте я сейчас, значит, поскольку в нашем примере они не будут фигурировать, про них я не успею уже рассказать, вот, ну, для них тоже имеются формулы. Давайте посмотрим, что в нашем примере происходит. Значит, в нашем примере у нас есть бесконечность у нас только одна, бесконечность нулевая, да, потому что у нас m равно нулю, видите, m равно нулю. Вот, и поэтому, значит, у нас есть только одно вот это вот k0, ну, давайте его просто назвать k, k, которая живет около, бесконечно нулевая, она чему равна? Она равна бесконечности, правильно? Потому что λ2-1 бесконечности это просто бесконечности. Давайте для простоты еще введем такую координату, которая s равняется единиц назад около этой самой бесконечности. И тогда, значит, ну, заметим, что в координате s, в координате s λ равняется, значит, λ тогда равняется чему? s минус 4, плюс v3, s минус 2, плюс v2, s минус 1, плюс v1, и, соответственно, k равняется, которое равно k0, это есть просто корень четвертой степени из вот этого, из s минус 4, плюс v3, s минус 2, плюс v2, s минус 1, плюс v1. Вот. Это k. Ну, хорошо, давайте попробуем посчитать этот вычет для этого случая. Давайте посчитаем. Значит, нам надо посчитать вычет, значит, что у нас мы говорим, что t и t, или точнее, ну, давайте t альфа его назвать, t альфа, ну, это t и t альфа, но это у нас, и только одно, равное нулю, я его не буду писать, значит, t альфа, это есть что? Это есть вычет при s равном нулю, правильно я говорю? Если, значит, у меня была бесконечность t, то это была лямбда в минус 1 от бесконечности, в координате z это бесконечность, в координате s это 0. Значит, вычет v с равном нулю от, соответственно, вот этого k в степени минус альфа, ну, давайте напишем. Значит, да, кто такой здесь p? Лямбда от p мы здесь писали, как лямбда от z. p здесь равен z. z равен единицы на s. Значит, тогда мы здесь пишем, что это есть каиды в степени минус альфа, это что? Это давайте отсюда из k вынесем s для удобства. Это что будет? Это будет s минус 1, да, только не s минус 1, а s в степени. Сейчас, давайте, аккуратнее, значит, это будет с в степени, ну, давайте не буду пропускать шаги, давайте я все напишу, значит, это будет s в минус 4, плюс v3, s в минус 2, плюс v2, s в минус 1, плюс v1, в степени, какой? Значит, у нас k стоит в степени минус альфа, значит, это минус 4, альфа, минус 1, минус альфа на 4, да? Минус альфа на 4, потому что, значит, у нас k, вот эта вот формула в минус 1,4, ой, в 1,4 мы возводим степень минус альфа, значит, минус альфа на 4. Ну, хорошо, и это на что умножается? Это еще умножается на p, на p, это, значит, на s мы должны умножить, и еще должны умножить на d лямбда, мы хотим все через ds прописать, здесь будет еще, давайте я напишу, значит, d лямбда по ds. Сейчас мы умножаем на p, а p же это у нас 1 на s, нет? Ой, прошу прощения, да, совершенно верно, s минус 1 здесь. Вот. Значит, s минус, да, спасибо, Миша. Значит, и это равняется чему? Давайте я перепишу, теперь уже вынесу вот здесь вот s минус 1 отсюда, значит, что у меня получится? У меня получится вычет, v s равен 0, значит, что это вся штука превращается в 1 плюс v3 s квадрат плюс v2 s кубе, s кубе плюс v1 s четвертый в степени, значит, здесь по-прежнему минус альфа на 4, и дальше здесь что остается? Смотрите, у меня здесь вынес s минус 1, и он в степени минус альфа на 4, и здесь был еще минус 1, значит, у меня здесь останется s в степени какой? альфа на 4 минус 1. сейчас, нет, просто альфа минус 1, альфа минус 1. Потому что, смотрите, еще раз, у меня вынес, я отсюда вынес s в минус 4, минус 4 умножить на минус альфа на 4, это альфа, и минус 1, значит, это степень альфа минус 1. А дэлянда пдс, ну, давайте посчитаем, значит, дэлянда пдс, вот там написано, значит, это что будет, это будет, минус 4, s в, в степени минус 5 плюс v3, вот так, сейчас, минус 2, v3, s минус 3, минус v2, s минус 2, от v1, ничего не остается, потому что дифференциал мы берем ps, ну, вот и ds, согласны все? с этим? да, отлично, давайте считать эти, а, ну, еще, значит, давайте что скажем, давайте раскроем вот этот вот, вот этот вот корень, его можно раскрыть, его можно раскрыть в ряд, правильно? Вычет, при s равном нулю, этот, в ряд Taylor просто разложим, вот этот 1, плюс вот, re s 2 и так далее, значит, кто помнит, как раскладывается этот в ряд? Ну, давайте я, это простое вычисление, я сразу напишу ответ, значит, ответ будет такой, что это, значит, 1, начинается все, значит, естественно, соединиться, 1 минус, ну, значит, минус альфа на 4, минус альфа на 4 на, v3s квадрат, да, v3s квадрат, дальше что будет? Дальше будет минус по-прежнему альфа на 4 на v2s квадрат. v2s квадрат. Это мы пишем просто первый член разложения в ряд Taylor, да, значит, и дальше при s 4 уже у нас, у нас вылезает член вот отсюда, который, давайте напишем, что это есть, что есть еще вот член отсюда, значит, минус по-прежнему альфа на 4, минус по-прежнему альфа на 4, v1s4, а кроме него у нас еще возникает член с вот этот, из второго уже порядка ряда Taylor, правильно? Значит, из второго порядка ряда Taylor у нас вылезает, значит, значит, как там устроен Терателлор? Значит, он устроен 1 плюс, значит, если мы все возводим в степень каппа, значит, это 1 плюс каппа x плюс каппа на каппа минус 1 пополам x квадрат, так, значит, здесь плюс тогда каппа на каппа минус 1, это что будет? В данном случае это минус альфа на 4 на минус альфа на 4 минус 1, значит, это будет плюс альфа на 4, значит, альфа, давайте сразу скажем, что это есть, альфа на, значит, альфа плюс 4 альф на альф плюс 4 поделить на 32, правильно опишнул? на V3 в квадрате и тоже с 4 плюс O малый от с 4 DS О, не DS, а еще все по-прежнему то, что было. Ну, вот то, что было здесь. умножается на S степень альфа минус 1 на, ну, вот на эту всю штуку, минус 4 S минус 5, минус 2 V3 S минус 3, минус V2, S минус 2 и ну DSV. Так, все согласны? С тем, что у нас получилось. Давайте вычислим, сейчас мы проверим, получим эти плоские координаты, проверим, что они действительно плоские по формуле через вычеты, которая была дана. Значит, давайте проверим это. Как считать этот вычет? Ну, что, нам нужно просто найти все, когда мы раскроем скобочки, найти все слагаемые, когда, значит, когда общая степень равна минус 1, S минус 5, ну, когда S минус 5, все члены, при S минус 1, считай. Ну, давайте, значит, для T1 что получится? T1, это когда у нас альфа равна единице. Значит, альфа равна единице, вот этой штуке нет, и нам надо просто примножить эти две скобочки и из них выводить то, что получается для коэффициент при S минус 1, из этих двух скобочек, из произведения этих двух скобочек. Ну, откуда здесь может возникнуть S минус 1? S минус 1 возникает, когда S четвертый вы на S минус 5 умножаете, да? Значит, и... Сейчас, а мы не должны написать O большое от S в 5? Ну, потому что если у нас там еще есть S в 4, то как бы там... Я написал O мало от S в 4. А, O мало, хорошо, окей. Вот, значит, нет, S в 4 здесь не может быть уже, это O мало от S в 4. Вот. Давайте смотреть, значит, что у нас может возникнуть? У нас может возникнуть вот этот вот, значит, еще раз, может, минус 5 на 4, то есть, это вот то, что здесь написано, да? И что еще может возникнуть? Еще может, значит, давайте посмотрим, может ли нам, значит, минус 3 с кем? минус 3 дает с... значит, минус 3 дает с... вот с этим членом, да? S минус 3 с S в квадрате. И еще может... что? И все, да? Да, вроде правильно. Ну, хорошо, давайте смотреть. Значит, сначала вот этот. Вот этот при альфа, равном единице, что получается? У нас получается все начинается с V1, да? Это вот S в 4 на S минус 5, просто я перемножил, смотрю коэффициент, альфа равно единице, получается V1, да? Дальше вот на это смотрю. Вот здесь вот получается, соответственно, это V3 в квадрате, да? Значит, с коэффициентом 1, 5 тридцать вторых, и умножается это все на 4. 5 восьмых. С минусом. Значит, минус 5 восьмых V3 в квадрате. И что еще остается? Еще остается вот этот член S минус 3 на S квадрат. Значит, здесь я что-то правильно написал? Сейчас. S минус 3 на S квадрат, да? Значит, это получается плюс одна вторая V3 в квадрате. Я правильно пишу? Вроде мы. Хорошо. Это T1. Теперь T2. Значит, T2, смотрим, какой получается, значит, когда сейчас, значит, что получается T2? T2, это когда у нас здесь возникает альфа равный двойке. Значит, это все еще умножается на S. Да? То есть, надо все сдвинуть. T2, это когда, значит, вот это все еще умножается на S. Значит, здесь фактически получается S минус 4, S минус 2, S минус 1, правильно? И надо их вот сюда тоже перемножить. Давайте посмотрим, кто здесь выживает в этой ситуации. В этой ситуации у нас выживает кто? Значит, S минус 4 с кем-то может выжить? Да, может, она может выжить с, соответственно, с вот этим, вот, с S3. Это нам даст минус 4 на минус альфа на 4, это даст нам 2v2. Здесь 2v2 из вот этого вот, из вот перемножения этих двух множителей. Давайте больше ни с кем, значит. Теперь давайте смотреть на этот. Этот будет S минус 2. S минус 2 уже нам ни с кем ничего не может дать, потому что здесь S первой степени нет. Здесь S минус 1, тем более. S минус 1, если мы его на все, что здесь написано, перемножим, здесь все члены уже старше минус 1 степени. Все, больше ничего нет? S3. S3 — это когда альфа вообще равно 3. Значит, это все умножается на S квадрат, и мы начинаем здесь с S минус 3, S минус 1, здесь нулевая степень. Эти члены сразу понятно, что уже ничего не дадут. Правильно? Потому что здесь будет S минус 1, но если она уже самая младшая здесь вот эта вот, а, нет, прошу прощения, вру. Значит, S минус 1 как раз даст вот с этой единичкой. Давайте смотреть. Я непонятно сказал. Значит, здесь будет следующее, будет вот эти вот минус 2v3 с единичкой, да, дадут нам будет минус. Это означает, что мы в прошлый раз ошиблись? Минус... Для альфа равен 2 у нас был S1, верно? А, да-да-да, да, спасибо, да, действительно, здесь будет еще минус V2. Это просто V2. Да, здесь будет как раз V2, да, S минус, здесь будет S минус 1 на единичку, да, спасибо. Я пропустил. Слагаем. Спасибо, Миша. Значит, здесь будет минус V2, это просто даст нам V2. Здесь будет минус 2v3, а вот этот вот самый старший, он вот на это умножится, и здесь получается 4 минус 4 на минус на 4, это единица, здесь 3 плюс 3v3. Плюс 3v3, это есть просто V3. Видите, получилось, что у нас T2 и T3, это просто V2, V3, то есть это хороший плоскоординаты, когда их берет, берем в совокупности с вот такой штукой, значит, которая, сейчас давайте ее перепишем, значит, что это получается, это есть V1 минус, минус, минус 1,8, так? Правильно, я пишу? Хорошо, значит, вот получили такие координаты, давайте теперь в этих координатах перепишем потенциал. Как перепишется потенциал? Давайте посчитаем, значит, мы хотим теперь, вот у нас был потенциал, в смысле не потенциал, вот эта вот функция лямбда, ее вообще называют суперпотенциал для такой ситуации, значит, вот функцию лямбда, посмотрим, как она перепишется теперь в координатах t, и потом через, по известной формуле, через вычеты, вычислим, правда ли действительно, что получились плоские координаты. Давайте это сделаем. Значит, у нас будет, давайте поймем, значит, как выражается лямбда через t, ну, V2 и V3 это просто 2, это 3, значит, а V1, соответственно, легко понять, что V1, это и есть t1 плюс 1,8, V3 в квадрате и равняется t1 плюс 1,8, t3 в квадрате. Вот. Ну, и тем самым получается, что лямбда от t, ну, от вот z и t1, t2, t3, это получается z4 по-прежнему, значит, у нас только вот в конце, значит, плюс, плюс t3, я здесь t с верхним индексом писал, хорошо, значит, t3 z2 плюс, обратите внимание, что, да, вот t я писал, пытался писать с верхним индексом, наверное, V стоил только с верхним индексом, где писать, ну, ладно, t3 квадрате, значит, z4 плюс t3 z2 плюс t2 z плюс, и вот здесь будет t1 плюс 1 восьмая t3 квадрата. Это получилась такая лямбра. Давайте теперь воспользуемся вот той формулой для спаривания, которая у нас была. Давайте, я напомню, спариваю, формула для спаривания призвольных векторов, в частности, d по d т и того и d по d т житого. Эта формула была такая, что это есть, вычет. Давайте скажем, что это есть сумма, значит, сумма по какую здесь букву, давайте по k от в нашем случае будет значит, k от единицы, да, в нашем случае тройка, ну, это n и t наше n 0, k от единицы до 0, значит, ну, да ладно, давайте сразу тройку напишу. k от единицы до трех, здесь будет, ну, здесь минус стоял еще, вычет по z. нет, не, 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 мы с плюсом давали. с плюсом, да, 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 мы давали с плюсом. у нас в лекциях было с плюсом. мне кажется, так знак не тот получится. не повредить нисколько. ну, у нас получится тогда минус, да, 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 у нас в первой лекции по а были там минус, минус 1,4 причем, ничего страшного. хорошо. ну, просто Дубровин хотел, чтобы получилось. у него на разных каких породов написано. ладно, давайте так оставим, ну, можно, понятно, легко, что это, в смысле, что можно, например, выбором дифференциалы от минус убрать. да, выбором дифференциал от минус убрать, действительно. здесь, фактически, мы берем в термин Дубровин дифференциал минус P. хорошо, минус Dp. так, значит, здесь будет вычет по точке Z равно Pk, Z равно Pk, где Pk, это, напомню, такие точки, где, значит, D, лямбда от Z равно 0, это означает, что Z, это есть P1, в случае P3. вот. критические точки функции лямбда. И, ну, что здесь будет? здесь будет D по DT, DT, DT от, от лямбды, значит, умножить на D по DT, жито от лямбды, и поделить на D лямбда, значит, мы вычет Pdp, а здесь будет поделить на Pdz, прошу, поделись на D лямбда, Pdz. Ну вот, ну и давайте проверим, давайте, например, у нас, правда, заканчивается время, но давайте быстренько проверим парочку, а остальное оставим, значит, как упражнение, как это вычислить, давайте проверим, например, D по DT1 с D по DT1, ну, анонсируется, что это должна быть постоянная метрика вида, с такими знаками, видимо, вида, анонсируется, что должно получиться 0, 0, минус 1, 0, минус 1, 0, минус 1, 0, 0. Обзираешь, так должно получиться. Если бы мы здесь минус написали, то вопрос, останется диагональной матрицкой с центром минус 1. Значит, можно для простых проверить совсем легко. Что? Можно же для простых проверить легко. Ну, можно же воспользоваться тем, что это выравняется минус вычета в бесконечности, да? Да, так будет проще. Подставить какие-нибудь там простые и ежи, вот, но простые это кто? Он лямбда уже у нас записано, да? Ну да, нет, ну вот, смотрим, что получится. Это 2,2. Ну вот я предлагаю проверить для Т1. А, извини, извини, да. Вот, я предлагаю проверить, что это ДПДТ1, ДПДТ1, значит, ДПДТ1, ДПДТ1, значит, как мы собираемся сделать? Нет, извини, там даже не однишки будут, ну все, хорошо, там 1,4 будет. 1,4. Не должно быть. Ну все, ну давай посчитаем просто. Ну давай посчитаем, да. Значит, ну хорошо, давайте сначала проверим, что есть 0, например, ДПДТ1, ДПДТ1, это 0. Как надо проверить? Действительно, сумма вычетов этих всех точках, это что будет? Значит, это будет минус вычет бесконечности, смотрим, чему равняется ДПДТ1 от лямбды. ДПДТ1 от лямбды это просто что? Т1 здесь входит, да, это просто единичка. Здесь остается единичка, и нам нужно рассмотреть, что у нас здесь остается Д, единицы на ДЛЯМДДПДЗ, значит, давайте здесь отдельно его где-нибудь выпишем, значит, ДЛЯМДПДЗ равняется 4Z кубе, плюс 2V3Z, значит, сразу через Т, давайте писать. 2T3Z плюс T2, так? Я правильно писал? Вот. Плюс T2. Видно, что это T, а не Z. Хорошо, вот, ну и значит, легко видеть, что, 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 когда мы рассматриваем, ну, что, значит, вычет, в, какой вычет бесконечности будет, кто может сказать, какой вычет бесконечности будет, у такого выражения, здесь у нас остались единички, остается единица на ДЛЯМДПДЗАТ. Скажет. Так что, какой ответ для вычета получится? Нет, вычет, правда, будет 0, но там нужно, там нужно сменить координату, ну, да, Z1 на Z поменять. Ну да, хорошо, давайте поменяем Z на 1 на Z, значит, давайте сразу здесь, координате, у нас уже была координата S, мы что-то можем сказать, что это есть минус, вычет, при S равен 0, вот, и здесь будет D по D, T и T, ЛЯМДАТС, D по DT, ЖИТ, ЛЯМДАТС, значит, ну это же, а, ну не важно. Здесь, значит, вместо DZ, у нас получается D от 1 на S, это получается, значит, минус здесь уходит, да, минус, здесь получается... У дифференциала DZ получается поле второго порядка, но у ЛЯМДАТС в бесконечности 0 второго порядка. Ну да, значит, здесь получается S квадрат, а здесь у нас остается D ЛЯМДАТС, значит, сейчас, а там разве у него не третьего порядка 0 знаменателя? Что? Ты сказал, что у D ЛЯМДАТС, там третьего порядка, да? Ну давайте проверим, значит, что получается, D ЛЯМДА по DZ, вот мы посчитали, переписываем его через S, значит, это будет 4S минус 3 плюс 2T3 S минус 1 плюс 102 Дифференциал и DS Так? Ну нет, DS на S квадрат, наверное. Что? S квадрат я уже написал. S квадрат я уже написал. Я не вижу. Вот S квадрат написал. Вот он. Ну, перед, заменатель перед отскобкой. Угу, вижу, вижу. Так, ну хорошо, если эти все единички, что, значит, что может сказать про этот вычет, ну при, значит, видно, что у него вот эта вот, значит, сумма начинается с T2, да? Да, но там нужно вот этот вот S минус 3. Да, давайте S минус 3 вынесем здесь. Сейчас. У нас, правда, время уже приходит к концу. давайте вынесем. d.p.d.t.i.t. lbs. а, ну вот, все вычет. Так, в принципе, можно не писать, можно знать, что это 1. Так, лямбда т.s. d.p.d.t.i.t. с дс здесь я с минус 3 выношу это получается с получил сейчас это будет с на ds так и здесь останется 4 плюс 2 т в кубе с квадрат в квадрате это два т3 т3 с квадрат плюс т2 с куб я вернуться вроде бы отлично значит давайте легко видеть что эта штука вычет у нее 0 0 потому что здесь все начинается с 1 вообще с первой степени правильно да ну хорошо ну давайте проверим теперь например dp dt1 dp dt1 dp dt3 с чем будет разница нравится будет том что вот значит вот наша лямбда здесь у нас вылезет за квадрат дпдт3 это что дпдт3 это есть для ляда под это 3 это 3 это есть за квадрат плюс 3 восьмых 1 1 четверть там у тебя было два индекса и и альфа я первый индекс опустил потому что он в нашем примере может быть только равен нулю от меня везде пустил потому что у нас м равно ну вот это общее случае давайте в нашем случае рону ну вот ну и смотрим на что получается здесь д под это один снова единица dpd3 это z квадрат плюс 1 4 т в кубе z квадрат это что это с минус 2 с минус 2 вот у вас уходит знаменатель что получается получается действительно лишь управлять получается что это есть одна четвертая мне казалось что откуда-то может быть странным почему нам же обещали что будет самая плоская нет обещали обещали что они просто плоская конкретно что она есть просто доброе хотел чтобы она была дельта и плюжи и плюжи равны 4 ну хорошо вот действительно константа ну конечно упражнение почитаете все остальные коэффициенты а когда вы так поняли что это одна четвертая быстро ну как смотрите еще раз вот вот эта единица нет но там разве цвет не перейдет в один назад какой-то момент времени перейдет смотрите вот здесь отсюда возникает z квадрат да он приходит один на с квадрат это я понимаю 1 на с квадрат сокращается с сом получается 1 на с и вот на эту штуку хорошо да да все все это вычеркнули это просто значение ну хорошо в качестве упражнения посчитаете остальные эти кисценты действительно можно будет убедиться что это плоская метрика там чуть-чуть есть подкрутить то можно сделать чтобы было чуть перескали перескалировать топов получится чтобы она была антидиагонально-соединительным коэффициентом хорошо есть вопросы про такого рода вычисления у меня есть вопрос не про вычисления а про то как соотносится пространство всех таких лямбда которые мы рассматриваем с настоящим пространством горвица как мы его определяли потому что казалось бы в пространстве всех лямбда есть дополнительные точки например где у производной есть кратные нули и совпадают критические значения да да конечно да конечно здесь еще есть тонкий вопрос немножко компактификации всего этого дела вот но утверждение заключается в следующем это здесь живем так же как и в еще я забыл ну как с громовитным сначала определили наше умножение там где можем определить а потом мы ставим вопрос продолжается ли она вот ну да действительно это замечание справедливо что в общем есть тонкости в тех точках что мы скажем что давайте просто мой вопрос на на следующей неделе принесем то что большой вот просто в принципе вопрос компактификации и как правильно определять ну как 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 умножение из полупростой точки продолжается там в другие страты вот хорошо хорошо есть еще вопросы у меня вопрос по поводу ну вот там как бы начале рассуждения фиксируем симпатический байз первого думала где вот я вот это не понимаешь ничего это делать ну смотрите здесь в этом примере это нам не нужно потому что для рода 0 там все это реально значит в старших родах нам нужно вот это то что как раз этот базис это тоже называется в теории римных поверхностей это называется а и б циклы наборы на б циклов там как раз вы увидите что дополнительные кардинады плоски которые возникают вот эти эрытые и осытые которые вот я здесь здесь интегралы по его циклы на интегралы по его циклам вот их нужно фиксировать как бы мы используемся до тем что первые гамму и они четно мирные да ну у это что же у нас же это простая ситуация здесь нагобрать это просто музыка на римный рояги то есть у вас есть сколько-то сколько-то ручек да поэтому всегда вот эти а и б циклы ну когда там вот эти говорят все слова братом первой гомологии так далее тут ничего сложного конкретно в этой ситуации не получается потому что потому что здесь все просто здесь просто вам нужно взять такой вокруг каждой дырки контур и дальше вокруг каждой ручки контур ну там строго говоря лучше бы ни одной точке уходил на отможнице ну вот такой вот так вот заберете контуры видите что у них форма пересечения такая что красный с красными не пересекаются зеленый зеленый не пересекаются и красный зеленым пересекается только и ты ну и так вот если у вас больше ручек то вы можете выбрать еще контур из другого гомотопического класса который будет вот обе дырки охватывать нет но значит действительно контур стягивается здесь такая что мы хотим чтобы у них форма пересечения раз вот мы хотим чтобы условия пересечения было такое что условия пересечения мы хотим чтобы было такое что а и ты с сожитым пересекаются по пустому множеству б и ты с б же там пересекаются тоже пустом на что а и ты обтяните то у вас будет пересекаться зеленым например то с двумя красным будет пересекаться а вот можно всегда выбрать вот как я нарисовал ну это даже легко увидеть в этой ситуации тут ваши ваши компактные когда у вас есть ориентируемые поверхности компактные которые представляют себя то есть поверхность какого-то рода с же ручками вот просто представьте что вокруг каждой ручки вокруг дырки вы делаете зеленый контур который ни с кем остальным не пересекается и делаете красный контур вокруг ручки соответственно тоже пересекается только своим зеленым вот еще вопрос по поводу я знаю как с помощью формулы римана гурвица вычислять эллерово характеристику вот этого что сверху стоит накрытие вот она будет выражаться через степень накрытия на 4 этот профиль ветвления вот как из этих данных получать размерность того что стоит сверху как бы эллерово характеристика сейчас размерность чего еще раз того что сверху вот над cp1 ну размерность 2 вещественные кого один комплекса то есть мы накрытие в этой теории гурвица вас всегда накрыть это поверхность римной поверхности над сферой то есть это многообразие комплекса размер с 1 вопрос про размерность здесь про размерность уже пространство гурвица ну да я про это раз само пространство гурвица значит там как вы считаете его размерность ну можно смотреть немножко разный способ подходить но вот можно изучаясь как устроена пространство параметров вот можете но через формулу римана гурвица можно как-нибудь формулу рима гурвица по моему непосредственно на это ответ не дает кажется сейчас так это ровно она то и почему там все совпадает ну хорошо сейчас там нужно аккуратно размерность пространства и считается не ну да но там нужно просто посчитать как устроены соответствующие точки посмотреть ну да все а разве критические значения не являются локальными координатами на пространстве гурвица являются да что вот их число казалось бы как раз и есть в форму римана гурвица ну да не справедливо да конечно да ну я говорю там все еще один к одному